О продлении жизни, о работах в этом направлении, я могу только сказать, все работы в направлении развития науки, они должны быть, они должны всегда вестись. Значит, вот потом закрыли проект, нельзя закрывать никакие проекты, проект надо доводить до конца, и надо, если отпущены на это деньги, понимаешь, если кто-то отпускает на это деньги, значит, люди работают, вспомните, что уже несколько раз было изобретено вот это вот самое лекарство для бессмертия, и потом оно бесследно исчезало, и умирали те, кто его придумал. Это не мистика, а это просто направленная политика. Теперь насчет продления жизни, слушайте, ну, 75-80 достаточно, достаточно уже, если тело не дряхлое, живите сколько угодно, но быть дряхлом, уступите дорогу молодежи, посмотрите, сколько, сколько людей на свете сейчас, сейчас больше 7 миллиардов, а через, через два года будет до 10 миллиардов. И вы хотите жить вечно? И куда селиться? А что, кусить? А кусить будет нечего. Давайте благополучно покинем этот мир, значит, и, понимаешь, места для могилки много не занимает, всем хватит, а жить вечно – это идиотизм, идиотизм, который надо пресекать на каждом. Кого-то, кого-то, одного из миллиона нужно оставить, чтобы он жил больше, потому что этот человек великий, мозги у него великие, он может принести еще какую-то пользу. Если человек просто жить и наслаждаться природой, не забывайте, что ваша душа обязательно переселится в кого-нибудь из ваших родственников, переселиться, но так обренное тело, оно никому не нужно наше.